Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Доброе утро. Временный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 15, плюс 17, выше нуля. Наша сегодняшняя гостья дважды грантообладатель Северокавказского молодежного форума «Машук». На сегодняшний день Алина Алчакова – специалист управления молодежной политики и социальных проектов КЧГУ имени Умара Алиева. И тема ее проектов была связана непосредственно со сферой ее деятельности. Какой же была тема проектов Алины Алчаковой и ее команды и как они реализовали? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии грантообладатель «Машука» ответит моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Алина. Благодарю тебя за то, что ты приехала сегодня к нам в гости. Ты приехала из Карачаевска. Ты работаешь специалистом управления молодежной политики и социальных проектов КЧГУ имени Умара Алиева. Но при этом ты еще и грантообладатель, причем дважды. Ну, обо всем по порядку. Я знаю, что оба твои проекта под одним названием «Молодежный тренинговый центр». Правильно? Скажи, пожалуйста, как ты реализовала свои проекты? Один из них уже реализован. Хотелось бы узнать поподробнее о теме, о чем ты там говорила, о чем ты там писала и как реализовала? Ну, вообще, два эти гранта – это один проект, просто разделенный на два этапа. Получается, первый этап мы уже завершили, но в период пандемии так получилось, что затянулась у нас реализация, поэтому завершили вот только сейчас. Главную суть проекта – это мы хотели дать возможность нашей молодежи упробовать себя в тренерстве. То есть дать им возможность, ну, начиная с нашего университета, проводить тренинги. У нас четыре основных направления. Это формирование и развитие надпрофессиональных навыков, soft skills. Потом обучение социальному проектированию. Далее мы хотели помочь молодежи, нашим студентам, открывать и развивать некоммерческие организации. Принимали участие только студенты в этом проекте? Именно в моем проекте. Ну, наставники, конечно, у нас были преподаватели и сотрудники постарше, но как тренеров мы обучили 15 наших самых активных студентов. Второй грант ты тоже выиграла, а сейчас идет реализация. Да, мы будем начинать реализацию во втором этапе. В первом этапе, получается, вот в конце лета, в августе мы получили разрешение. То есть узнали, что получили грант. В сентябре прошел этап обучения тренеров. Ну и в последующем, начиная с октября 2019 года, заканчивая вот мартом 2020 до начала пандемии, все наши образовательные программы, которые происходили в университете, они были реализованы и поданы как раз нашим тренерским пулам. А третий проект у тебя, наверное, тоже уже готов и тоже тренинговый центр? Мы думаем над третьим проектом, а это скорее будет региональный тренинговый центр. Скорее всего, тоже будем его подавать, потому что нужно все-таки расширяться, расширять свои границы. Поэтому да, это в планах. Я желаю тебе дальнейших успехов. Спасибо, что была в гости нашей программы. Вам спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш информационный эфир в 9.00 продолжит вещание на черкесском языке. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Радость бывает разной, но повод для нее один. Скидки до 80% в 585 золотой. 585 золотой. Дарите эмоции. Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке дары Камчатки. С 4 по 9 мая. Город Черкесск. Дом предпринимателя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин